Будут корректно вспомнить о некоторых других партиях, которые тоже претендуют на то, что вы против парламента. Мы уже говорили сегодня о зажиттях, мы вспоминали сегодня различные проекты. Вот Самопомич, Агарная партия есть, есть Радикальная партия Олега Ляшко, есть Укроп. Насколько у этих партий великий шанс? Партия Основа. Партия Основа, да, Таруты, они тоже забывать не стоит. Насколько великие шансы у этих партий? Мне кажется, они сейчас в одинаковом состоянии находятся. В одном стартапе есть. Это будет очень интересный поединок идей, поединок технологий и поединок кто как с кем договорится на разных кабинетах, в разных посольствах. Потому что на самом деле эти партии, все, которые вы перечислили, они все по-своему интересны. Кроме Самопомощи. Вот Самопомощь, я уже не верю в ее какое-то будущее. Мне кажется, что она настолько дискредитированная, настолько бездарно была создана и точно так же бездарно развалится абсолютно. Хотя, потому что ее лидер не находится в парламенте, он мэрствует во Львове. Но дело даже не в этом. Просто вообще там нету какой-то дисциплины, порядка, и каждый там делает все, что хочет. Хотя они позаходили во многие горсоветы, облсоветы, почти все. Ну и как-то использовали этот ресурс не так, как надо. А что касается других партий, которые вы называли, там основа, там зажиття, аграрная партия, укроп. Вот это, мне кажется, будет очень интересно наблюдать за их конкуренцией. Понятное дело, что все они заведут, и если заведут сами, если, например, кто-то там сольется и будет иметь квоту с более большой партией, кто-то пойдет самостоятельно, пройдет, то будет интересно наблюдать, потому что процент они как бы очень большой не возьмут. Это понятное дело, что никто просто им не даст объективно говорить эти вещи, называют своими именами. Но интересно будет наблюдать за их компанией, интересно будет наблюдать за их наружной рекламой, за том, как они будут вести себя с избирателем, как они будут договариваться с властью, с теми же, как мы уже упомянули, посольствами. Это будет интересный поединок, и у всех партий, в принципе, примерно равный шанс зайти в парламент. Но кто в каком количестве зайдет, тут очень трудно прогнозировать. Нужно все-таки дождаться, кто будет президентом страны, а потом уже после этого можно более, скажем так, спокойно анализировать партии. Потому что если Порошенко уходит, БПП сыпется, и громадное электральное поле становится свободным. И просто там на него будут топтаться все, кому не лень. И тоже, наверное, фронт не имеет своего электрального ядра, потому что уже тоже нет фактически рейтинг. Тоже за эти голоса будут воевать разные, более мелкие партии. Это будет очень интересный процесс. Спасибо за ваш объективный анализ текущей политической ситуации в Украине в контексте шансов и вероятности победы кандидатов и тех политических сил, которые поддерживают то или иного кандидата. Я думаю, что мы с вами еще неоднократно увидимся и поговорим о текущей ситуации в внутренней политике Украины. Спасибо вам за то, что пришли к нашему программу. Спасибо вам тоже, что пригласили.